Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И сегодня у меня на руках довольно продолжительное время Xiaomi Mi 6. И в этом видео я хочу вам назвать 5 причин, почему вам стоит купить Xiaomi Mi 6. Да, в нем действительно много плюсов. Здесь не только 5. Я выбрал самые значимые. Я вам сегодня их озвучу. И судя по этому, вы сами будете ориентироваться, стоит вам будет покупать данный смартфон или же нет. И да, это не идеальный смартфон, поэтому в ближайшем будущем выйдет новое видео, в котором я назову 5 причин, почему не стоит покупать данный смартфон. Первая причина – это цена. Действительно, цена на данный смартфон очень и очень хорошая. Учитывая на данный момент это весна 2018 года. И пока не вышел еще Mi 7, цена на него действительно очень и очень хорошая. Кстати, когда, по идее, выйдет Mi 7, немножечко может еще цена и спуститься. Но за флагманские, скажем так, характеристики, цена очень и очень хорошая. К примеру, есть вариации по памяти 4.64, 6.64, 6.128. Цена на данный смартфон стартует от отметки 340 долларов. Это очень и очень хорошая цена. Ссылки я на данный смартфон оставлю в описании, поэтому будете проходить и смотреть. Бывают акции, бывают распродажи, поэтому смотрите, когда будете покупать. Второй вариант – это габариты и компактность. Данный смартфон все-таки действительно не является лопатой. Он небольшой. Напомню, диагональ дисплея здесь 5,15 дюймов. В руках он лежит очень хорошо и удобно. Можно использовать данный смартфон. Это еще не безрамочные full screen экраны, но действительно здесь рамки есть и они не огромные, как вы видите сами. Третья причина – это тактильные ощущения и сборка. К сборке здесь вообще претензий нет никаких. Напоминаю, данный смартфон собран из стекла, то есть стекло на задней панели, стекло на передней панели. Это тренд 2017 года и тренд 2018 года. В 2018 году это используется из-за того, что большинство смартфонов устанавливают беспроводную зарядку. Здесь, к сожалению, пока нет, но корпус стеклянный. По тактильным ощущениям он действительно очень-очень классный. Когда берешь в руку, ты ощущаешь, насколько его приятно держать, насколько им приятно пользоваться. На тыльной стороне, как мы видим, здесь есть скругление, они их называют 3D и на переднем стекле есть 2,5D скругление. Поэтому, когда держишь смартфон в руке, он просто классно ощущается, нет никаких острых углов, все скруглено, все красиво, все очень приятно. Когда вы возьмете в руку, вы сами поймете и почувствуете это. Четвертая причина – это железо, железо, которое установлено здесь. Здесь, конечно, много подпунктов, их можно разбивать и рассказывать об этом очень много. Я назову лишь самые основные. Звук. Здесь установлено два динамика, стереозвук, хотя, как многие называют, это псевдо-стереозвук, но основной динамик все-таки здесь внизу, он достаточно громкий, насыщен и низкими, и высокими частотами, и вспомогательный здесь вот динамик, там, где разговорный. Он, естественно, тише, но действительно создается эффект некого стерео, и действительно смартфон играет и воспроизводит медиа громче. Это удобно, это хорошо, это приятно. Дальше, сканер отпечатка пальцев. Он здесь быстрый, он здесь реально просто жесть. Если вы используете Xiaomi Mi 6, вы поймете, о чем я говорю. Там сканер отпечатка пальца просто ужасный, и сколько его, никакие прошивки не устанавливай, что и только не делай, там сканер отпечатка пальцев просто ужасный. Здесь, как вы видите, он работает моментально. Это просто классно. Я просто кайфую после того, как я перешел Xiaomi Mi 5s. Да, мой основной смартфон больше года был Xiaomi Mi 5s. Сейчас я перешел на Xiaomi Mi 6, и я действительно рад, несказанно рад, в первую очередь, вот сканеру отпечатка пальцев. Дальше, сочетание процессора и оперативной памяти. На данный момент Xiaomi Mi 6 еще является флагманом пока еще, но процессоры есть уже на ступень выше. Хочу напомнить, на данный момент смартфон установлен в 835 Snapdragon, есть уже 845. Разница по цифрам по Antutu и бенчмаркам есть, но в пользовании будет разница настолько минимальна, что будет реально ее незаметно. Процессор, как я и сказал, один из самых новых 835 Snapdragon, и по памяти вариации есть 464, 664, 628. То есть, на любой вкус вы покупаете себе все, что хотите. По поводу железа, внутренностей и всего, все приложения, все игры, все, все, все работает отлично, на максимальных настройках, и к этому претензий нет. Смартфон не перегревается, не троттлится, даже после получасовой или часовой игры в тяжелых, таких, как по типу танков. Да, он прогревается, но не перегревается и не троттлит. Железо здесь на высочайшем уровне, и хватит вам, я думаю, еще не на один год. Пятая причина, почему вам стоит купить данный смартфон, это поддержка и обновления. Так как данный смартфон все-таки является, и на данный момент сейчас, флагманом, поддержка и обновления постоянно приходят и обновляются одним из первых на данный смартфон. К примеру, смартфон вышел немножко больше, чем один год назад, и обновление, последний раз я получил обновление, где-то 4 дня назад. При этом мне приходило где-то 3 крупных обновления. Первое обновление было, там, стандартное, небольшое, какие-то исправления, бага, фикс. Потом обновление на 8-й Android пришло, и далее за ним пришло обновление на более свежую MIUI, то есть поправили кое-какие фиксы, какие действительно, ну, как баги, какие действительно были, которые хотелось исправить, а не действительно исправили. И установили 9, сейчас я вам скажу, какой, какая последняя прошивка на данный смартфон. 9,5, 9,5, 6, 0. Вот, пожалуйста, это последняя, которая пришла мне, ну, где-то дней 5 назад. И, помимо этого, спустя год, и еще, я думаю, как минимум несколько лет, данный смартфон будет поддерживаться с обновлениями, так как Xiaomi, к примеру, прошлый год Mi 5 и Mi 5s, которыми я пользовался и моя жена, еще на Mi 5s приходит и по сей день обновление, так что можно за это не переживать, и обновления у вас всегда будут приходить одним из первых, по крайней мере, ближайшие два года. Это было 5 причин, но все-таки хочу добавить и шестую. Камера. Камера, если учитывать данный ценовой диапазон, то камера просто обалденная. Если же учитывать, сравнивать с флагманами, конечно, флагманы уровня iPhone 7, 8, 10 и S8, S9 Samsung, конечно, не дотягивает. Но, в общем, камера здесь довольно-таки неплохая. Основной модуль здесь IMX386 от Sony и вспомогательная камера от Samsung. Первая камера основная с диафрагмой 1.8 и вторая с диафрагмой f2.8. То есть, здесь есть и оптический зум, здесь есть и режим боке, то есть, портрет с размытием заднего фона. И все это работает вполне-вполне адекватно и на достойном уровне. Так что, камера я хотел бы все-таки внести как дополнительный плюс, как дополнительная причина, почему вам стоит купить именно этот смартфон. По данному смартфону все основные плюсы, которые я назвал, вы услышали. Это мое субъективное мнение. Если вам есть что-то или чем-то дополнить, пишите об этом в комментарии под этим роликом. И, конечно же, если вы уже давно пользуетесь данным смартфоном, это будет еще и большим плюсом, если у вас есть какой-то опыт все-таки использования. Всем, кому данный ролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь данным роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь кому-то он может быть полезен при выборе и покупке данного смартфона. Ну и всем спасибо, кто смотрел меня. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok